Удобрять виноград надо обязательно, лишь в первый год жизни можно этого не делать. Не верите? Попробуйте оставить пару кустов без подкормок и посмотрите, насколько у них будут меньше ягоды и грозди. Как хуже будут расти побеги, если не хотите экспериментировать, проведите всем кустам 6 подкормок в сезон. Во время распускания почек, просто раскидайте по земле по 15-20 грамм аммиачной селитры на погонный метр между рядей. Удобрение сразу заделайте граблями, в начале середины мая, до цветения, повторно подкормите аммиачной селитрой, но уже 20-40 грамм на каждый погонный метр между рядей. Во время цветения, обязательно опрыскайте кусты бутоном или завязью. Сразу после цветения подкормите кусты раствором нитрофоски, спичечный коробок на 10 литров воды. От этой подкормки сильно зависит урожайность кустов, размер и количество ягод в грозди, поэтому проводить ее надо обязательно. После этой подкормки азот надо полностью исключить из рациона винограда, иначе кусты начнут резко наращивать зеленую массу в ущерб урожаю. Подкормка в июле, перед созреванием ранних сортов. На 10 литров воды возьмите 30-40 грамм суперфосфата и 10-20 грамм сернокислого калия, или 40-60 грамм демофоски. В середине сентября-октября под перекопку между рядей внесите залу, 1 килограмм на 1 квадратный метр, и навоз, 8-10 килограммов на 1 квадратный метр. Кстати, залу можно заменить суперфосфатом, 35-40 грамм на 1 квадратный метр. После того как внесете удобрение по поверхности почвы, обязательно проведите перекопку. Неплохо работает и такая смесь, 50-60 грамм суперфосфата и 30-40 грамм калийной соли на 1 квадратный метр. Калийную соль можно заменить залой. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.